здравствуйте вашу внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках с вами я сергей костенко ну что ж сегодня во вторник мы ожидаем что все-таки инвесторы должны будут несколько оживиться после вчерашней довольно таки вялой картины которая наблюдалась на рынках из-за выходного дня в соединенных штатах но по большому счету как мне представляется все таки вряд ли стоит ожидать довольно таки заметного оживления хотя конечно же она будет сегодня потому что опять же на рынок вернутся американские инвесторы почему я думаю что не стоит ожидать заметной активности первую очередь это связано с тем что участники рынка ждут итога важной встречи между американцами и китайцами а точнее говоря между дональдом трампом и си цзиньпином на встрече 30 31 января на этом форуме или на этом мероприятии будет обсуждаться тема торговой войны или торговых взаимоотношениях между китаем и соединенными штатами как предполагается будет достигнуто некое соглашение какое оно будет пока сказать сложно рынке закладываются в целом на позитив но они хотят увидеть результат и как не представляется это является основным сдерживающим фактором на рынках помимо конечно то неоднозначности которая продолжает продуцироваться неопределенностью вокруг брекзита а именно выхода великобритании здесь а также то неопределенности которая возникла неожиданно для кого-то именно той ситуации которая сейчас отмечается в европе я имею ввиду конечно же явное замедление двух экономик стран лидеров ес это германии и франции здесь важный такой момент ранее рынке рассчитывали что европейский регулятор с сентября этого года начнет процесс плавного постепенного повышения процентных ставок но последнее заявление а именно первое можно даже сказать заявление главы европейского регулятора в начале этого года о том что экономика германии в целом экономика еврозоне еврозоны начала притормаживать и демонстрирует довольно таки заметное снижение можно 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 говорить о том что этот фактор и и может опять же похоронить собственно вот эти вот ожидания начала нормализации монетарной политики в еврозоне в общем подводя некий итог можно говорить о том что скорее всего общая ситуация такой вот сдержанности до главного события этого месяца а именно до встреч американцев и китайцев будет сохраняться учитывая эту картину я хочу предложить вам сегодня две торговые идеи а я буду говорить о двух валютных парах австралийский доллар американский доллар и американский доллар японская иена пара австралийский доллар американский доллар сейчас торгуются ниже уровня 0.71 50 на мой взгляд если она если она удержится ниже этой отметки и преодолеет уровень 0.71 20 следует ожидать ее локальное снижение к уровню 0.70 65 что касается ситуации вокруг валютной пары американский доллар японская иена на мой взгляд она также имеет потенциал для локального снижения в пользу иены здесь важным моментом является опять же нежелание участников рынка рисковать в преддверии саммита между американцами и китайцами в конце этого месяца но и также важным опять же моментом или важным фактором является вот это вот неопределенность в перспективах роста мировой экономики а я напомню что очень многие инвесторы считают что экономика мировая экономика начнет в этом году замедляться и так учитывая эту картину на мой взгляд пара доллар японская иена преодолев отметку 109.45 может устремиться к уровню 108.60 иен за один американский доллар ну что ж вот такая картина сегодня формируется на рынках перед открытием торгов в европе а мы продолжаем следить за ситуацией на мировых финансовых рынках а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч